Только сексуальная революция, только победа. С вами плейбой атомный. Мы продолжаем смотреть подходы и знакомства ученика Егора Шереметьева и те советы, которые дают ему наставники. Это про оператора, он там что-то говорит. Давайте пропустим. Типа зачем это вообще про оператора говорить. Так, второй подход, вернее уже третий подход к девушке с красной юбкой. Ну давай посмотрим. Если качество контента благодаря тебе... Да, можете подписываться на канал Егора Шереметьева, вполне смотреть, составлять свое личное мнение, если вам интересно. Но моя суть не в том, чтобы рассказывать о Егоре Шереметьеве. Моя смысл в том, чтобы прокомментировать подходы, как можно действовать по-другому. Впереди тебя ждут хорошие подходы, которые наш оператор более-менее качественно снял. Собственно, смотрим. Привет. Привет. Вижу тебя, ты идешь в красном таком, вообще. Девушка в красном, дай нам несчастным. Я вот с работы просто иду, здесь с работы в Новосибирске. Знаешь, дом Ленина, да? Помимо. Подождите, стоп. Что он сказал? Я вот с работы просто иду, здесь с работы в Новосибирске. Знаешь, дом Ленина, да? Помимо. Артитектура. Ну, партизского ансамбля, между прочим. Очень дальние, дальние. Так, слушай, подожди. Остановись. Мы тут с тобой немножко так пообщались. Диктуй свой номер. Я тебе напишу, что это интересненькое. Давай, диктуй. 8. 8. Давай, я уже записываю просто. Интересная противоречия у девушки. То есть, она остановилась, но говорит, нет, нет, не продиктую, не продиктую. Такие противоречия часто встречаются у девушек. Вот, допустим, я... Было свидание, когда шел с девушкой, она берет меня сама, засовывает руку под мои руки, чтобы держаться, да, вот, как девушка за парнем. Прижимается и при этом говорит, нет, я тебя не рассматриваю как парень. А потом в конце ожидала, что будет какой-то поцелуй. Мне не понравилось это вранье, поэтому, соответственно, поцелуя не было. Но такие противоречия достаточно часто встречаются. Я считаю, как психолог, что это внутренние противоречия у девушек, да. Такое часто встречается у людей, когда есть противоречивые желания. Ну, допустим, хочется поехать в горы и в море. Ну, то есть, либо в горы, либо на море. Придется выбрать что-то одно. Но хочется одновременно двух взаимоисключающих вещей. Вот. Поэтому тут подобная ситуация. Ну, давай, туда же. Не смогу, не совсем свободно пойти. Ну, вот отлично, там для меня же, я-то, говоришь, место есть. Все, давай, 8, 900, 900, 900. Зачем она остановилась и говорить нет? То есть, это какое-то противоречие непонятное. И плюс еще, это уже третья девушка в красной юбке, которая отказывает. Красный цвет, он не только про сексуальность говорит, он еще говорит про агрессивность. Вот. Поэтому такие, знаете, это девушки-бдсмщицы. Поэтому кожа, черная кожа и красная юбка, это бдсмщицы. Хотите ли вы скандалисты-бдсмщицы? Ну, тогда дерзайте. Я лично предпочту нет. Поэтому как-то так. Может, вам нравится такой вот яркий, сжигательный вечер устроит вообще по полной. И лично мне не надо таких проблем. Поэтому нет. Ну, вот и вот эти противоречия. То есть, она остановилась вроде как ведется общаться, но при этом нет-нет-нет. В красной юбке идешь и, короче, и что, и как это вообще? И что? Может быть, очень жаль тебя, что ты не общаешься с такими мальчиками, как я. Ну, я много с кем общаюсь, интересно. Так, ты кто тогда инстаграм? Подпишись на тебя. В смысле? Лайк на твою фотографию, тебе же нужны лайки, да? У меня достаточно. Вот она, то есть, что значит, даже вот эта фраза, тебе же нужны лайки. Нужны лайки, типа, это выставляет и в том, что она, ну, зависит от лайков, что ей нужна хорошая оценка. А она сразу же, большинство девушек скажет, что у меня много с кем общаться, да, у меня много лайков. Вот, потому что они понимают это, и в принципе правильно, что, типа, если нужны лайки, то это, как бы, она низкой ценности, что она ищет эти лайки. Вот как-то так. Давай, на, кушай. На. Нет. Спасибо, пожалуйста. Ладно, все, это хорошо. Дальше. Ты, зачем вот эти, ты никому не нужен? Блин, ну, извините про упражнение. Надо было раньше, как бы, наверное, тогда сливаться, что она, типа, вообще не давала. Как он говорит фразу, ну, я буду ставить тебе лайки? Ну, давай тогда свой инстаграм, я поставлю тебе лайки, тебе же нужны лайки. Я понял, в чем проблема. А зачем? То есть, девушка знакомится, что она ради лайков знакомится? Нет, конечно. Она знакомится не ради лайков и того, чтобы кто-то ей там лайки ставил, а для отношений. Соответственно, вот эти все штуки по лайке тебе же нужны. Да еще так, как это сказано, что, типа, ты будешь, я буду, используй меня. Знаете, это смысл, посыл этого. Используй меня для того, чтобы поднять свою репутацию. Вот так вот это звучит. Ну, то есть, смысл этого сообщения, что используй меня. Вот почему нужно поработать. А работа с самооценкой, она гораздо эффективнее. Потому что самооценку нужно нормализовать. Многим кажется, что повышать. Можно завысить самооценку, что обычный парень будет мнить себя богом. Это будет смотреться комично и только разрушать самооценку. Самооценку нужно нормализовать. То есть, что парень должен к себе относиться нормальным. Что есть у него сильные стороны, есть негативные стороны. К чему-то он еще не умеет, но учится. А что-то уже умеет, например, петь, чего-то добился в филармонии. Например, деньги хорошие зарабатывает. Я, например, не зарабатываю никаких денег. Даже нормальных. Даже те деньги, которые он зарабатывает. Я посмотрю, ух, ничего себе, вот это богач. Вот так вот, посмотрю. Сейчас, можете сказать, да, я себя поставил ниже. Но это мой реальный недостаток. То есть, я не умею зарабатывать хорошо деньги. Реальный недостаток. Надо работать. У меня есть другие достоинства. Скажи мне, как по-другому сказать. Прямо в том, что ты как губка. Я как-то где-то омолвился, для какой-то ситуации. Ты теперь вообще сплошь и рядом применяешь именно эту фразу. Скажи это по-другому. Как? Как? Давай друг друга лайкать. Давай, короче, подпишемся друг на друга в Инстаграме. Будем лайкать последние посты. Потом что-то не понравится. Забаним друг друга к хуям. Вот можешь быть таким? Нет, потому что он новичок. И требовать импровизации прямо от новичка. Нужно просто сказать ему, что вот приблизительно такое. Будут у тебя... Есть 100 вариантов, как правильно подойти. И 100 вариантов, как неправильно подойти. Подходи. Будем смотреть, как ты подходишь. Если что-то неправильно, будем поправлять. То есть, что ты там сказал, почему это неправильно или почему правильно. Старайся импровизировать. Я тебе даю какие-то фразы, общие впечатления. То есть, линии какие-то. Ты пробуй, смотри. Будешь вырабатывать опыт. Сам будешь думать над своими фразами, в том числе. И думать, как их поправить, как по-другому лучше подойти. А потом подходить по-другому. Потому что импровизация для новичка, это действительно сложно. Он пока вообще не знает, что и как можно говорить, что нельзя говорить. Поэтому требовать импровизации от новичка, это не говоря о том, что нужно импровизировать. Это сложно для него. Так, это снова Егор Шереметьев про себя говорит. Ну, если вам интересно, подписывайтесь, смотрите, пожалуйста. Ну, наша суть. Комментировать подходы, а не слушать другие вещи Егор Шереметьев. Ремейк, короче, на Кубисне сняли. Ну, рекламу Егор Шереметьев, да. Дома? Видишь, это тоже в Силармонию просто. Я иду. Нет, не в ту сторону. Подожди, я, наверное, пропустил немножко, как началось это знакомство. Следи за новостями именно там. Пока смотришь, подпишись на Инстаграм. Она там даже сказала что-то, она прямо очень застеснялась все это. И вот сейчас вот эта песня, какая-то вообще не в тема. Я сошел с ума, мне нужна она. Смысл. То есть, он не понимает, что все поступки, действия и слова несут какой-то смысл, посыл. И этим посылом можно управлять. И тот посыл, который он несет вот такой песни, он, конечно, негативный. То есть, он сошел с ума, что он прямо этим посылает, что он нуждается. Вот он действительно нуждается. Зачем это? Слышал такую песню? Знаешь же, сейчас это. Ремейк, короче. Вот если в первом подходе, где он там пел какую-то песню, нормально вообще подошел, не было никаких претензий девушки по-странному с Рейгерой. То есть, сейчас то, что я вижу для меня, это тоже выглядит странно. Домой? Видишь, я тоже с филармонией просто иду. Нет, меня в ту сторону. Я в пах вообще хотел. Подожди. Останавись. Стой. Да, накричай. Так ты не останавливаешься. Потому что мне надо домой идти, и меня ждут дома. Одна минута буквально. Слушай, ты же есть в Инстаграме, да? Ну, у меня он мертвый. Давай друг на друга подписимся, будем лайкать там, посты. Он не слушает. То есть, вот почему нужно слушать то, что люди говорят, то, что девушка говорит. Она говорит, что в Инстаграме почти мертвый. Спроси тогда, а где можно подписаться? То есть, смысл, у тебя есть цель. Ну, если нету цели, то ты можешь тупить. А если есть глобальная некоторая цель, вот, например, познакомиться с девушкой, да, взять контакты какие-то, обменяться. То, соответственно, спроси ты не... Она говорит, Инстаграм почти мертвый. Значит, спроси, где ты можешь, если в Фейсбуке, ВКонтакте, еще где-то. Вот так вот общаться гораздо интереснее и лучше. Потому что цель, когда есть главная, тогда можно варианты придумать. Но в то же время, если ты затупил, уже не знаешь, что говорить, да, такой опыт, такой опыт, опыт в том числе общения негативный. Это говорит о том, что ты не знаешь, как себя вести в данной ситуации. Ты не знаешь, как познакомиться и как взять контакты у девушки, которая не... Ну, ей не нужно социальное общение и какое-то социальное подтверждение. Как-то есть девушки многие, которым нету нужды в социальных вот таких сетях. Они по-другому общаются. И как тут быть? Соответственно, нужно развивать кумекалку. Поэтому негативный опыт тоже опыт, если вы над ним подумали и приняли этот опыт. Ну, я говорю, у меня просто мертвый инстаграм, я туда не захожу практически, честно. Ну, я тебе говорю, у меня там... То есть, он продолжает гнуть свою линию и все, ничего не слышит, не обращает внимания, не дай, 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 дай и все. То есть, все должно пройти четко по плану. Я считаю, это недостаток подхода Егора Шереметьева, Лиса, вот они, собственно, вот такой подход, когда не слышишь человека и не понимаешь, что... Девушка отвечает, что... Ну, она не пользуется инстаграмом, спроси что-нибудь другое. Ну, если не понравится, там, забаним друг друга, короче, и все. А вот это зачем говорить? Ну, то есть... Если бы сказали сразу про импровизацию, что вот приблизительно такую вещь, потом дальше импровизируй, будем корректировать, где правильно импровизируешь, где неправильно. Но корректировать нужно не конкретную фразу, а идея, которая стоит за этой фразой. Все. Угу. Покажи, покажи мне любой. Насколько ты креативно ее открыл? Насколько же она унылая, на самом деле? Не знаю, не вижу я ничего унылого. По поводу открытия этого у меня негативные отношения идут, снова-таки. Вот почему я говорю о том, что есть разные мнения и разные взгляды у людей. Поэтому смотрите, составляйте собственные взгляды и мнения. С чем-то соглашаться можете, с чем-то можете принять свою точку зрения. Поэтому, ну, сказать, что она унылая. И почему она унылая? Я не увидел ничего унылого в ней. Вот. Могу сказать другую штуку, что много девушек есть, которых нету в Инстаграме, которые не ведут в Интернете какого-то социальной активности, но при этом это интересные люди, интересные девушки, даже сексуальные могут быть. Поэтому вот как-то так. Это просто унылая баба. Не повезло, да? Ну, ладно, бывает. Смотри, вот, помнишь про красный? Не видел я ничего унылого. Ну, у нас здесь с Лисом разные взгляды на эту точку зрения. Ну, на эту девушку. Во время съемок этого коучинга... Ладно, снова Егор говорит, идем дальше, к следующему подходу. Так, это розыгрыш видео. Из предыдущего. Он дарит эти самые полные кейсы свои по видео, как встречается либо он, либо Лис, в данном случае ученик, и с комментариями, с разбором, что и как можно делать, а что не нужно делать. В принципе, это чем-то подобно тому, что я делаю, только я это делаю без веб-камеры. Наверное, зря. Слушай, я вижу, ты идешь, вообще вся такая в красном. Девушка в красном, дай нам несчастным. Слушай, я просто сейчас сработаю иду. Подожди, это еще одна девушка в красном? О-о-о-о! Да, он будет потом бояться подходить к этим девушкам в красном. В гармонии? Вот, я отец, очень хоро в ансамбле. И у нас, короче... А он, по-моему, к прошлой девушке тоже подошел с той же фразой «Девушка в красном, дай нам несчастным». Видео, конечно, показали вот это, хлопнули. Да, действительно. Они есть там на контрабасе, играют, открываются контрабасом, внутри, короче, красный есть такое обделано, и прям как у тебя в платье. Интересно, как он меняет то в контрабасе обделано красным, то обделано розовым. Ну, в общем-то, так розовый или красный. Слушай, а ты вообще куда бежишь? И вот он это сказал, это что? Это, ну, к чему это он сказал? Ну, то есть, да, ну, сделан у него контрабасе красный, допустим, что это делает? То есть, это весело, типа? Нет. Это, нет, ну, никак не смешно. Ему может быть и забавно, что вот такое совпадение. Ну, на самом деле, ну, ничего в этом забавного, ничего интересного нету. Зачем он это сказал? Загадка. То есть, вот в том-то дело, что ты говоришь с какой-то целью. То есть, есть какой-то смысл в том, что ты в фразе, ты посылаешь какой-то смысл. И, соответственно, вот ты сказал, что есть девушка, у которой контрабас обшит красный. Какой смысл этой фразы? Ну, что ты? Ты развеселил ее? Нет. Ты показал, что ты крут? Нет. Ты еще что-то сделал? Нет. Ты, может, предложил ей это что-то интересное для нее? Нет. То есть, что эта фраза была, что ее не было. Остановись ненадолго. Я не могу, меня ждут. Тебя ждут? Отлично, слушай. Диктуйся, номер телефона. Спись, мы с этим пообщаемся. Я тебе что-нибудь прикольное напишу. Инстаграм, давай друг на друга в Инстаграме подпишемся. Остановись, остановись. Меня ждут. Я понимаю. Ну, зачем продолжать, если вот она уходит, она не хочет говорить, она... Меня ждут, такая фраза. Все, здесь смысл, там, как-то пытаться. Все, всего доброго, пойти. И все дальше. Да, не получилось. Следующее. Это недолго, вообще. Так, давай, как вам будет? На самом деле, вот сейчас, да, она дала номер телефона, но, серьезно, это, знаете, дала номер телефона, чтобы отстал. Из этого не будет никакого общения. Потому что, если девушка заинтересована, ну, там совсем по-другому. Она будет спрашивать, в том числе, номер телефона, там, как-то пообщаться, как-то выйти на контакт. По-другому будет себя вести. Поэтому, здесь, да, он взял номер телефона, но... Смысл, вот, смысл продолжать, и можно продавить и забрать номер телефона, но какой в этом смысл? Потому что результат-то будет все равно такой же, что ты взял номер телефона, что ты вот таким образом, да, что ты его не взял, результат будет, что не будет никаких свиданий. Но, интересно посмотреть, вдруг по-другому окажется, вдруг он ее вот-таки вытащит на свидание. Это будет забавно. Но то, что я вижу, нет. Нет. Говорю, вот так и образуются психотравмы. Он подходит к девушкам красным и постоянно натыкается на нет, и потом он будет от этих девушек в красном платье просто как от огня держаться. Только девушка в красном платье, ой-ёй-ёй, не-не-не-не-не, все. Какая-то она такая, знаешь. Дала тебе несчастную. Ну, на самом деле, она такая, шутки за 30. На 30, дорогая. У меня все друзья постарше меня, знаешь. Так вот, Егор есть там такой, значит, шутит все. Девушка в красном, да, она несчастная, много не просим, по 8. А некоторые, знаешь, молодые, не знают этого. Вот тебе сколько лет? О, мое почтение, мой любимый лотос, бла-бла-бла. Зовут как? Куда идешь? Так, ничем не мячалось, да? Так, подожди, подожди. Ну, инстаграме взял. Как ты любишь. Ну, это, да, уже общение, разговоры, то есть больше больше общаться, больше разговаривать, и тогда будет много своих собственных фраз. Привет. Привет. Говорю привет. Я тут тебя увидел. Нет, мы не знакомы, я подошел вообще узнать, какой это у тебя цвет вообще. Такой, как будто детский комбинезончик такой, знаешь, вообще для 8-летних детей такой, знаешь, капюшончик еще такой у тебя. Ну, не знаю, как-то вот, говорить про капюшончик там, что-то, это даже как-то унижает. Что из этого может получиться, не знаю. Слушай, а тебе вообще сколько? Плюс то, что смотри на ее поведение, она никак не реагирует позитивно. То есть, если бы эта девушка была веселая и посмеяться, тогда было бы смешно, но это не смешно для нее. Уже не ладят сообщения, прям сразу видно, что не ладят. Ты с таким крышончиком ходишь? Молодишься, что ли? Какая разница? Да просто интересно, мне, кстати, Денис зовут. И она негативно сразу уже по тому, как она себя говорит, она негативно относится. Зачем продолжать? Знакомлюсь. А че так, очень жаль тебя, что ты не знакомишься. Я дам, я выйду к мужу сейчас. А, ну вообще, отлично, что когда ты выбираешь код одного мужчины, ты ему вернай, это классно. Слушай, остановись ненадолго. Мне не интересно. Установись, да подожди. Я тебе вообще-то даже не знаю, что я хочу предложить. Шаурму, наверное, хотел предложить или еще что-то. Что? Да она что, не понимает, что ты познакомиться хочешь, и ей не интересно знакомство? Хотя непонятно, с другой стороны, почему девушки не могут сказать прямо, что мне не интересно знакомство. А вот так вот, как-то полунамеком, недоговаривая. Александр Блес, расскажи, пожалуйста, вот этому парню, как ему начать соблазнять женщину. А у тебя не получается? Здоровая. Вот сейчас, кстати, пример того, как передается информация без того, чтобы говорить что-то. То есть ему ничего, ну ему сказали, у тебя не получается все это, то есть его никак не оскорбили, ничего такого негативного не сказали. Но вот то, в какой манере, как они стоят в позу, как они смеются, да, то есть они посмеялись над ним. Вот вот этот высокий парень конкретно посмеялся над ним. Это агрессивно, то есть он провоцирует агрессию. Почему с пикаперами, ну, у них нет фактически друзей. То есть какие-то повыгодные, где могут общаться, но друзей у них фактически нет. Потому что вот такое поведение, он сразу вот этот высокий вызывает агрессию к себе. Это первый момент. А второй момент, конечно, вот новичку сейчас некомфортная ситуация. Почему? Потому что четыре мужика стоят, да, которые имеют какой-то опыт общения, и он самый неопытный. И посыл такой, что он самый неопытный, типа они все здесь крутые, а он никто, как бы вот в таком смысле. Это неприятная ситуация. Не знаю, зачем такую ситуацию создал Егор, но я думаю, не обратил внимания даже. Сколько лет мы с тебя качаем? Не получается. О, пять уже людей, да? Автоматом, автомат, рука тянется. Ну, нам нужны детали, нужны детали. Лего нужно, да, купить в магазине? Без проблем, деньги есть, пошли Лего покупать. Ты, наверное, любитель Лего, да? Дай-ка. О, сейчас разборки начинаются, потому что, ну да, вот это длинный на самом деле, и себя строить не пойми что, и вот эти все псевдопсихологические поверхностные штуки делают. И депутаты таким часто занимаются вот этой хернёй. И это вызывает только негатив. Какой-нибудь совет, чтобы он был адекватным и привлекательным. Адекватным? Ну, ранец, вот меня твой смущает. Вместо ранца ты можешь заменить на какую-нибудь вот курточку. Ранец, ну, начинает касаться вот этой длины. Это прямо негативно. То есть, я бы, например, что руки распускаешь? Держи руки при себе. Не надо меня трогать. Вот, мне не нравится, когда меня трогают вот мужчины с утончённой внешностью. Как-то так. Но по поводу ранца скажу такую штуку, что, ну, ранец в полосочку, такую в клеточку не подходит под этот стиль одежды. В целом, он нормальный, но под этот стиль одежды не подходит. Там бы какой-то более... Ну, другую сумку нужно было бы взять. А я же лучше! Это же аксель. Но смотрите, как я говорю. Я говорю, что рюкзак нормальный, он просто с другим не сочетается. То есть, я говорю, что не сочетаются вещи. Я его не оскорбляю. Зачем мне его трогать вообще? По крайней мере, то есть, можно контакт физический смучить. Гейская такая тема, да. Контакт физический с мужчинами, в том числе объятия, да. Но это совсем по-другому. Вот, допустим, взять за руки. Да, то есть, мы сделали что-то, знаете, вот как команда, как в футболе. Вот такие касания должны быть. То есть, это должны быть мужицкие касания. И, соответственно, на тему дружбы. Вполне нормально. Но то, как он касается, либо это что-то гейское, либо это унизительно вот такое именно. Типа он сверху, он может прикоснуться, там еще вот такой крутой. Но больше к теме гейской, вот как касается вот этот длинный. Поэтому, ну не знаю. Я бы сказал, руки при себе держи, потому что такое нет. Поймаю, когда спортом занимаемся, там что-то получилось. Дипа, да, клево, там, допустим. Дай пять. Вот. Касание, ну это нормальное касание. А вот то, как он касается, это какое-то гейство. Аксессуар, да. Это аксессуар, который тебе больше дает минус, чем плюс. А это аксессуар, который дает тебе однозначно плюс. То есть, видишь, ты, ну, типа не зарабатывай минусы в глазах женщины. То есть, с одной стороны, это, в принципе, говорит, неправильно вот этот высокий парень, но говорит неправильно. То есть, он говорит правильную вещь неправильно. Он оскорбляет. Стоит сказать, рюкзак нормальный. Но он не подходит под эту одежду. То есть, с этой одеждой не сочетается рюкзак, да. Все. То есть, тут понимает человек, что рюкзак нормальный, он одет нормально, он нормальный. Вот. Но просто рюкзак не сочетается с этой одеждой, он на это не обратил внимания. Все. И вот эти прикосновения... Это странно. Ну, это действительно странно. Я постараюсь от этого длинного чуть-чуть подальше, потому что вот эти гейские замашки, вот, еще что-то такое непонятное. Давай так. Слушай, дай сюда. Нас стоит... Ну, а, конечно, если он пытается продемонстрировать свою мужественность, то у него ничего не получается, потому что он худощавый и пытается вот, типа, так, сверху как-то себя вести. А вот этот новичок, он по статуре, конечно, и по комплексу, он явно сильнее вот этого высокого. Ну, и мне бы тоже не понравился такой подход, вот эти непонятные телодвижения высокого. Там 16 человек. Где сколько? Раз, два, три, четыре, пять. То есть, смотрите, о чем суть. В психологии важно то, что можно говорить какой-то негативный, но при этом не оскорблять людей. Вот, например, по рюкзаку, да, рюкзак не сочетается. Здесь, да, это минус, это недостаток. Он взял не тот рюкзак. Но здесь нет оскорбления к нему, то есть, что он там... Нет посыла того, что он там неопытный или еще какой-то никакой вот в таком плане. А вот у этого высокого был посыл как раз негативный. Расскажи, как есть, там самые опытные пикаперы местного района, значит, собрались, стоят, короче, и... Ну, либо все боятся к тебе подойти, либо просто... Давай, давай, накиньте, ребят, я идею дал. Один сказал, что это моя девушка, а я решил у него, короче, отбить тебя. Пока они стоят меряются пиписками, думают, да, я подойдем к тебе, с тобой пообщаюсь. Да, да, скажи себе, вот тот шорный такой. Привет. Ага, то есть, они подошли и его мотивировали пойти познакомиться с девушкой. Ну, давайте смотрим. Тут, видишь, мы с друзьями, короче, собрались, это, короче, самые лучшие пикаперы, короче, на районе. И вот они, короче, это, думают, кто к тебе подойдет познакомиться. И, короче, я решил пройти. А вот это, смотри, вот это ты, ну, видишь, такой типа азиат. Не услышал он по поводу смелой, а в принципе можно и не обращать внимания, да, ну, про эту речь. Вот сейчас, зачем он говорил про то, что кто-то там самый крутой, вот все это, какая разница? Это не имеет значения. Что ты делаешь? Подругу взял, чтобы типа это гуляете, что ли, да? Кстати, там какой-то вообще этот ударник там играть постоянно вообще. Вот так вечером, ну, дело что, слушаешь, слушаешь. Доедает иногда. А, ладно, в другое место пойду. О чем эта фраза? Ну, вот сейчас он, да, говорит, но о чем? Какой посыл этой фразы? То есть она не имеет, она не говорит ни о его намерениях, ни о том, что он хочет с девушкой пойти на свидание, или как это свидание будет выглядеть. Он не показывает ни его характеристик, ничего веселого в этом нет. То есть снова-таки фраза, что она есть, что ее нет. Нет, вообще здесь музыкантов очень много. Кстати, это работа по насыберской филармонии. Да, в ансамбле там. Маркелл его голосом услышал. Навряд ли, мало кто ходит в филармонию и слушает такую музыку. Поэтому, скорее всего, тебе скажут нет, на эту фразу даже не слушают. Не слушал, не увлекаешься искусством. Ну, ты приходи, там интересные концерты всякие. Упрек только что был скрытый. То есть не увлекаешься искусством, но это именно в упрек было сказано. Люди могут не ходить и не слушать филармонию, но другим искусством увлекаться. А может, она и действительно не увлекается искусством, но... Достоинство это или недостаток. Такое, разные взгляды. Вот, и там одна скрипачка такая играет. У нее, короче, открываешь этот чехол, где у нее скрипка. Там такая же, короче, обивка розовая, прикинь. Вот теперь обивка розовая. То есть она то красная, то розовая. Я тоже думаю, розовая обивка такая. Вот снова, а к чему это он говорит? То есть это весело? Создает ли это веселье? Нет, никакого веселья не создает. Это говорит что-то, что он подошел вообще? Нет. То есть... Эти фразы не надо произносить вообще. Они что есть, что их нет. Но она поддерживает диалог. Возможно, она сама не знает, как познакомиться. Ну, подошел парень знакомиться. Вот, и тоже не знает, что и как говорить и делать. Ну, посмотрим. Просто подожди по парку гуляйте. Или там в ритуаль зайдете, там, в духовно купите, там, мальчиков будете привлекать. С фиромонами покупайте. Не, ну, мальчики не интересны. Ну, что, очень жаль, потому что такие мальчики интересны. Не зашел... Не зашла ее шутка. Не зашла. Попыталась, не получилось. И интересный намек был. Дело в том, что когда она сказала, что у нас с подружкой не привлекают мальчики, это в том числе можно было трактовать, как намек на ее бисексуальность. Что она с подружками имеет интимные отношения. Вот это сейчас было, конечно, оскорбительно для него, что у ума больше, там, у мужчин, чем у, получается, молодых, более мужчин. Ты у нас песня, кто знаешь? Да, нет, просто знакомая песня. Возьми. Я не верю. Да, я тебе не верю. Телефон есть? Симки нету. Симки нету, да. Я просто ношу телефон без сим-карты, ну, просто так, знаешь. Я расскажу там в соцсети. В соцсети, отлично. Давай, Инстаграм, друг на друга подпишемся, там будем, заобщаемся, короче, там это, рассоримся, разругаемся, потом опять помиримся, потом опять друг друга добавим. Бан вообще. Я так, одна девчонка такая говорит, все, кто мне не понравился, все в бане. Я говорю, а что они там парятся, что ли? Она смеется. Давай, короче, слушай, диктуй. Давай, Инстаграм. Ну вот, нормально, в принципе, девушка нормально относится к знакомству, вот, вот, но видно, что у нее тоже нету опыта большого общения с парнями, вот, свиданий, там, каких-то. Два человека встретились, у которых нет большого опыта. Так, я напишу тебе что-нибудь интересненькое. Ну, на самом деле, не получается общение здесь, потому что он ее шутки не понимает, вот, и, ну, вот по общению тому, как я увидел, не ладится у них это общение. То есть, да, им интересно с друг другом познакомиться, посмотреть, но общение не ладится. Может, дальше будет как-то по-другому, посмотрим. Ладно, давай, надо к друзьям идти, а то у них там, это, линейка, у меня просто линейка с тобой. То есть, сейчас тоже был посыл такой, вот, почему не надо из себя строить того, кем ты не являешься? Потому что будет сквозить вот эти фразы. То есть, он пытается из себя сделать босса крутого какого-то такого пикапера, но в итоге, вот, мета-фраза, мета-сообщение того, что он говорил, что вот там линейка, все, мне надо идти на линейку. То есть, это, на линейку нужно идти подчиненным. Потому что вот идет линейка. То есть, как подходить, что он босс, что он крутой, если он подчиненный? Гораздо искреннее и правильнее будет, что вот мы общаемся, да, с парнями, то-то, то-то. То есть, занимать ту позицию ближе к себе, к которой ты настоящий. Но нормально, без унижений, без оскорблений, в том числе самого себя, без заискиваний, и в том числе к человеку, которому общаешься. То есть, да, новичок в вопросе конкретно знакомств. То есть, пока не знаешь, как, учишься, все. Это гораздо более привлекательно, когда более искренне говоришь, чем когда ты притворяешься. Если уже есть опыт, то стоит говорить о том, что да, опыт. Вот, допустим, если я знакомлюсь с кем-то, я не говорю, что я новичок, вот вообще ничего не знаю, как познакомиться с девушками, впервые вижу это. Нет, я говорю о том, что да, знакомлюсь вот с переменным успехом. Это то, какой я есть. Поэтому, негатив говорю, потому что в последнее время я поднимаю очень много темы негатива. Ну, типа, можно познакомиться с девушками. Ну, зачем? Ведь столько проблем потом от этого будет. Ведь я знакомлюсь для того, чтобы секс хороший получить, да? А там пойти говорить там о чем-то, какие-то свидания. Зачем это мне надо? Вот, соответственно, зачем врать? Зачем притворяться другим? Поэтому как-то так. Это все равно будет сквозить то, что, ну, то есть, метасообщение. Язык тела и фразы, смысл этих фраз будет выдавать истинный смысл. Ну, он взял номер телефона. Кстати, возможно, он с ней встретится. Так, ну что, на что ты ее закрыл, дорогой друг? Инстаграм. Номер она. Инстаграм. Мы знаем все инстаграмы этого места теперь, а? Давай так, в следующем разе, когда мы тоже будем делать подходы, порадуй наших подписчиков и бери уже номера. Да. Номера – это good. Инстаграм – это, ну, такое, на троечку. Правильно? Короче, смотри, у нас сейчас достаточно контента для того, чтобы... Ну, или больше. Для того, чтобы попробовать все их вытащить. То есть, все эти номера мы в ближайшее время, сегодня-завтра, попробуем проработать, чтобы вытащить их на свидание. Посмотрим твою конверсию. Нам уже с Лисом понятно, что, скорее всего, будет так дохловато, потому что... Я тоже согласен. Кстати, та девушка, походу, если ей нужен был инстаграм, вот как раз она из тех девушек, которой нужны лайки, чтобы повысить свою самооценку. Потому что девушка тоже не очень опытная, тоже с проблемами с самооценкой. Мало заинтересовываешь, соответственно, ну, смысл брать номер, и она так вот не вызвонится. Скорее всего, будет так, будь готов к этому. Но это нормально, это как ступени твоего роста. Дальше мы дадим тебе обратку, когда проанализируем все видосы, все посмотрим, и ты уже будешь на новой ступеньке. То есть, следующие подходы, следующий пул номеров ты возьмешь более новым, вишневым, подготовленным. С моей точки зрения, самый большой шанс вызвонить ту девушку, с которой он пропустил этот самый троллейбус или автобус, что-то там, да, и они прошлись. Вот, скорее всего, это единственное, с кем у него получится вызван и пойти на свидание, да. А вот эта последняя девушка, ну, навряд ли она пойдет, но вот самые позитивные были вот эта девушка с сумочкой и та девушка, которая опоздала на троллейбус. Вот, все остальные будут нет. Посмотрим, как это получится. Дарик, друзья, стоит ли Денису приодеться или пойдет такой внешний вид? Кстати, по вот этой девушке, если вернуться, с которой он прогуливался, который говорил, что слишком рано отпустил, то есть он мог прямо на свидание, она сама предложила, ну, то есть он предложил ее провести, вернее, он предложил ее на троллейбус посадить, а она предложила пройтись, то есть она уже сразу была хорошо настроена, и на самом деле он мог не уходить, не брать номеров, все это, а перейти это в свидание, вот, или в такое предварительное свидание, но этого не сделал, поэтому вот эта девушка, это самая большая возможность у него пойти на свидание, с моей точки зрения. На этом все, до следующего эпизода. Только сексуальная революция, только победа, товарищ.